Всем привет! Сегодня мы изготовим индикаторную бумагу своими руками. Для этого нам потребуется краснокочанная капуста. Это то же самое, что и белокочанная капуста, только краснокочанная. Вот так она выглядит в разрезе. Итак, эта капуста содержит красящее вещество, натуральный пигмент, который меняет свою краску в зависимости от среды, в которой она находится. Вообще, в принципе, соки многих растений и плодов, ягод и тому подобного меняют цвет в зависимости от уровня PH. Но пигмент краснокочанной капусты меняет свой цвет наиболее отчетливо. Сейчас перед вами таблица, в которой указаны в зависимости от уровня PH и изменение цвета сока вот этой капусты. Цвета, сами понимаете, приблизительные. Не нужно рассчитывать, что это очень точно. Но хотя бы примерно с помощью такого нехитрого приспособления можно определить, насколько кислотная среда, либо щелочная, либо она близка к нейтральному. Например, это важно в сельском хозяйстве. Мы можем с помощью таких вот несложных приблуд определить PH нашего грунта. Итак, для того, чтобы изготовить наши индикаторные бумажки, нам потребуется, конечно же, кусок этой капусты. Много отрезать я не буду. Емкость, в которой мы будем варить. Нарезаем ее. Не очень мелко, это не требуется. Теперь нужно залить небольшим количеством воды и варить минут 10 буквально. Красящие вещества очень хорошо переходят в воду. Можно, конечно, залить все это дело спиртом, бензином, ацетоном и сделать вытяжку красящих веществ. Таким образом мы сможем сделать раствор большой концентрации и покапливаем, добавлять его в нужную нам среду, в которой мы хотим определить уровень PH. Итак, ладно, сейчас я залью это водой, немножко поварю. Как это делается, я надеюсь, не стоит показывать. В общем, нам нужно сварить минут 10, ну максимум 15. И слить воду. В ней мы будем замачивать нашу бумагу для принтеров. Итак, капустный суп готов. Я залил то количество капусты, которую я нарезал, одним стаканом воды. Но в процессе кипячения вода испарилась. И у меня получилось... Сейчас посмотрим, сколько. Так, да, 100 миллилитров с небольшим. Пусть теперь это всё остывает, а мы займёмся пока приготовлением наших сред. Так, у меня здесь два стаканчика с водой. Обычная вода из фильтра типа кувшин. В один стаканчик я добавлю соляную кислоту. К носу подносить её вообще нельзя. Так. А во второй стаканчик я добавлю калийную щёлочь. Тоже, то ещё и вещество. Когда оно растворяется в воде, температура очень сильно повышается. И надо обязательно помешивать, чтобы наш стаканчик не деформировался. Потому что снизу вода уже почти кипяток. Всё. Наши среды щелочная и кислотная готовы. Теперь посмотрим, что с нашими бумажками. Хочется, конечно, чтобы они хорошо припитались. Но нуждать совсем не хочется. Так, давайте проверим. Вот наша бумажка. Белый фон. Проверяем на кислой среде. Опа. Отчёркиваем такой розовый цвет. Проверяем вторую бумажку. На щелочной среде. Опа. Отчётливый зелёный цвет. Так, здесь немножко стекло. Отпустим ещё разочек. Вот такие вот индикаторы можно сделать в домашних условиях. Всё очень просто, элементарно. Так. Это что касается бумажных индикаторов. Но можно сделать жидкостный индикатор. То есть сделать раствор более концентрированным. И добавлять его в наши среды по каплям. Но сейчас посмотрим, что бы произошло, если бы мы добавили пару капель концентрированного раствора. Вот так вот. И вот так вот. Ну, на этой ноте, думаю, стоит закончить. Надеюсь, это было вам интересно. Может, кому-нибудь это даже пригодится в жизни. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Удачи вам.